Не боишься уколов уже? Нет. Как ощущения? Укол детям от ковида. Стоит ли отказываться от вакцинации и страха перед осложнениями? Как у вас среди друзей все готовы детей прививать? Давайте не будем, а потом лучше прививаться. Детей? Ну, желательно, буду. Я именно ждала этой пасть для кормящих. А, буду. Все еще в сомнениях. Здоровье – это очень ответственно. Беременность и ковид. У нас, который вот согласие дает на вакцину беременность, единицы. Почему беременными кормящим необходима прививка от коронавируса? И навредит ли укол ребенку в утробе матери? От вакцины ребенок только получит иммунитет. Когда человек вакцинируется, он еще и создает общественную пользу. Ревакцинация. Когда и каким препаратом прививаться? Некоторые эксперты утверждают, что лучше делать микс. Я вполне возможно мог бы привиться всеми существующими вакцинами. Я думаю, что рога и хвост у меня не вырастут от этого. Останьтесь с нами. Вы смотрите Диагноз. Мы здесь говорим честно о медицине. Здравствуйте. Айжан, ты сегодня идешь прививаться файзером, да? Уже начали. Одна из первых, как говорится, да? Первым и как? Тяжело быть? Нет. Младшая 13-летняя сестренка Айжана Слубекова сегодня уже получила вакцину в местной поликлинике утром. Теперь подошла очередь и Айжан. Не боишься уколов уже? Нет. Как ощущения? Нормальные? Да. Три дня не мочить. Газированные напитки, цитрусовые, энергетики. Все исключаем. В день старта вакцинации препаратом файзер детей, беременных и кормящих в 8-й поликлинике только до обеда получили прививки 14 подростков, 6 беременных и 8 кормящих женщин. Родители некоторые приходят, все равно боятся детей немножко вакцинировать. Возможно, что боятся, но сегодня никто не боялся. Не боялся. Вот это хорошая тенденция. Как у вас среди друзей все готовы детей прививать? Давайте не будем об этом лучше говорить. Детей? Ну, желательно буду. Нечего бояться, потому что мы заболели, поэтому получаем вакцину. Потому что они привезли нам ковид с садика, и потом все заболели. Они, получается, переносчики, да. Я именно ждала этот файзер для кормящих. А, вы тут всем семейством, в общем, не переживаете, да? Ну, нет особо, нет. Потому что мы эту информацию заранее как-то знали, статистику смотрели. А статистика нам говорит, что дельта-штамм вызвал рост и числа тяжелых случаев течения коронавирусного заболевания среди детей во всем мире. Крайне опасен вирус для тех, у кого имеются хронические заболевания. Однако в реанимацию может попасть ребенок из любой возрастной группы даже с отличным здоровьем. Конечно, печально было у нас и два летальных случаях, но это детки, которые имели тяжелую фоновую патологию. А так коронавирусная инфекция у детей, она протекает как ОРЗ. Ну, в принципе, дети, да, являются, говорят, переносчиками, может быть, да, но, в принципе, тяжело не болеют. А надо ли их прививать? Ну, вообще вопрос, он очень дискутабельный, да, вроде многие прививки, да, вакцины помогли нам избежать тяжелых заболеваний. Поэтому насчет коронавируса в некоторых странах прививают уже с трех лет, да, а у нас начинают прививать с 12 лет. Я думаю, что на данный момент это оправдано. Первоначально говорили, что детей не надо вообще прививать. И достаточно будет для получения общей защиты, когда привьется более 60% взрослой популяции. Время прошло, и теперь понятно, что этого недостаточно. Теперь стали говорить о 80%, ближе к 90%. А это значит, что в общую популяцию включаются и дети. Безопасность детей гарантируется результатами исследований, которые предоставляет компания-производитель. Вакцина комьюнити Pfizer получила в Казахстане временную регистрацию. Происходила она с механизмом более ускоренного рассмотрения всех документов. Таким образом регистрируют большинство стран вакцины, то есть из списка ВОЗ. ВОЗ берет на себя ответственность на то, что это добросовестная вакцина, имеющая надлежащую безопасность, и это важно очень, и надлежащую эффективность. Заметьте, для Pfizer постоянная регистрация есть в стране производителей. Это очень важно, значит, все исследования, необходимые, проведены. Временная регистрация говорит о том, что часть исследований может быть не закончена. Вакцина Pfizer-BioNTech может храниться до 6 месяцев при ультрахолодной температуре от минус 80 до минус 60. Размороженную же вакцину можно хранить в обычном холодильнике целый месяц при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов. Вот как дома у меня холодильник, грубо говоря. Ну, дело в том, что там же температура сохраняется. У нас в каждом холодильнике, если заметили, висит градусник. У нас проверяется утром и вечером. Здесь спутник, здесь у нас козвак, нижняя полка у нас на хаят и Pfizer здесь. Что-то у вас дискриминация в такой маленький холодильник и Pfizer. Меньше всего доз, да, потому что? Ну, только начали принимать. Вот смотрите, восьмую поликлинику сегодня около 198 доз Pfizer приехало. И вот уже, смотрите, у нас остался всего лишь один препарат. А время всего, ну, третий час, где-то, грубо говоря. Так что пользуются спросом, дескать, это вакцина. Комьюнити от Pfizer-BioNTech является высокоэффективной вакциной от коронавируса. Вероятность заболеть ковидом у вакцинированных людей снижается примерно на 95%. Этим препаратом уже прививают детей Великобритании, США, Израиля, ЕС и во многих других странах. Это МРНК-овая вакцина. Буква М в названии означает матричная, а РНК расшифровывается как рибонуклеиновая кислота. Химическое соединение в клетках организма. Вакцина на основе МРНК вводит в клетку код одного из компонентов коронавируса, в частности, его спайк-белок. Сам белок не представляет никакой опасности. Прививки должны проводить по схеме две дозы по 0,3 мл с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток. Миллионы людей по всему миру уже получили эту вакцину. И все нежелательные эффекты от неё уже выявлены. Эта статистика, которая есть, позволяет нам говорить, это один из наиболее безопасных препаратов для вакцинации. Но, тем не менее, побочные реакции от прививки, есть ли они и какие, бывают у детей. Температура, мышечная слабость, припухлость, покраснение, головная боль. Любая реакция, какая возможна, на любую другую вакцину. В ходе исследования у вакцинированных детей возникали такие типичные реакции на прививку, проходившие без последствий максимум через три дня. Тяжелые побочные эффекты у детей не наблюдались. Однако некоторые противники вакцинации кричат «руки прочь от наших детей», потому как никто не знает об отдалённых последствиях у детей после вакцинации. Нет доказательств каких-то отдалённых побочных эффектов, которые возможны. И в вопросе детей взрослые немножко напрягаются. Никто не хочет этих отдалённых непонятных реакций. И вот что ответить таким людям, которые сомневаются? Я не вирусолог, но, тем не менее, учёный. Гарантировать, что не будет никогда никаких нежелательных эффектов в последующем, никто не может на самом деле. Но для того, чтобы вот это говорить, что могут быть нежелательные эффекты, нужно иметь хоть какие-то основания. Во-первых, это вакцинальный опыт, который превышает более 200 лет. Никаких особенных, отдалённых последствий, которые бы сказались на судьбе человека после всех предшествующих вакцин не было. Важно помнить, что, как и для взрослых, вакцинация от ковида не является обязательной для детей в Казахстане. И родители вместе с ребёнком могут самостоятельно решить, будут ли они прививаться или нет. На что и дают своё письменное согласие или отказ. При случае поговорите со своим терапевтом или педиатром о пользе профилактической вакцинации против коронавируса и возможных рисках. Если ребёнок болеет, то, значит, у него острое заболевание, само собой, это является временным противопоказанием. В течение двух-четырёх недель мы таких деток прививать не будем. Если у ребёнка есть какие-то хронические заболевания, и сейчас на данный момент у него идёт обострение заболевания, когда у ребёнка наступит ремиссия, в таком случае мы таких детей будем прививать. Профилактическая вакцинация против коронавируса рекомендована для особо уязвимых детей и подростков, страдающих определёнными заболеваниями. Например, ожирением, врождёнными пороками сердца синего типа, декомбицированным сахарным диабетом, синдромом Дауна, хроническими, неврологическими или нервно-мышечными заболеваниями. Но, естественно, только в момент ремиссии, когда нет обострения болезни и даже при аллергии. Аллергия, если сезонная, если сейчас у ребёнка нет обострения, на фоне антигистаминных препаратов мы можем таких детей тоже прививать. Но, опять-таки, каждому пациенту надо подходить индивидуально. Постоянные медотводы могут получить только отдельные категории. Постоянные – это у нас дети с онкологическими заболеваниями, дети, которые у нас получают преднизолоны, которые получают глюкокортикоидные препараты. В инфекционном отделении многопрофильной детской больницы номер 3 в Нур-Султане лежат недавно родившие мамы с детками, у которых бронхиолиты и другие заболевания. Ранее у них были медотводы от вакцинации. Но теперь, как кормящим мамам, можно будет привиться препаратом Pfizer. Однако на вопрос, будете ли вы вакцинироваться, ответить мамы пока затрудняются. Я еще в сомнениях. Не знаю, еще пока не решила для себя. А почему сомнения? Не знаю, потому что, мне кажется, нужно обследование, пройти полностью организм, чтобы был готов быть уверенным, что нет каких-то дефицитов и так далее. После рода все равно организм в стрессе, ослабленный. Здоровье – это очень ответственно, поэтому я считаю, нужно ответственно подходить к этому моменту. И женщина на 100% права. Беременными кормящим мамам перед тем, как вакцинироваться, нужно обязательно получить консультацию у своего гинеколога или терапевта. Те, в свою очередь, проводят тщательный отбор женщин, которым можно безопасно получить вакцину. Убеждаются, что прививка не будет угрожать ни матери, ни плоду. Недавно родившие кормящие женщины могут привиться спустя 42 дня после родов и в период кормления ребенка до полутора его лет. Беременных прививают на сроки с 16 недели по 37. Главное условие – чтобы женщины во время вакцинации были совершенно здоровыми. Со стороны матери, разумеется, это отсутствие острых каких-либо воспалительных процессов. ОРВИ, грипп, может быть, температура, да, либо какие-то тяжелые хронические заболевания. Итак, теперь о том, в каких условиях нельзя прививать кормящих и беременных женщин. Если беременная женщина уже получила вакцину до наступления беременности и время еще позволяет, то есть менее 6 месяцев, если есть, возможно, угрожающее состояние, там, нарушение каких-то отклонений со стороны плода, может быть, то есть ближайшие 2 недели есть риск рождения преждевременных родов. Почему? Потому что нам повторная вторая вакцина необходима через 21, либо 28 дней. То есть если мы не уверены, что вторую дозу мы проводить и не успеем, в связи с этим и было рекомендовано беременным женщинам с 16 недель до 36 недель включительно. А там какие-то аллергии, например, сезоны. Обязательно, конечно, в таких ситуациях женщина нуждается до обследования и консультации специалиста-аллерголога. Беременные и кормящие мамы – самый осторожный контингент в вопросе вакцинации, ведь переживают они не только за себя, но и за своего ребёнка. У нас, который согласие даёт на вакцину, берем единицы. Только вот кормящие идут. Они переживают. Мы, конечно, объясняем, что от вакцины ребёнок только получит иммунитет. Да, то вреда для ребёнка внутротропного не будет. Если ребёнок после рождения будет, скажем, контактным с ковидом, после именно получения вакцины от мамы, эти дети будут легко переносить. Я уже переболела, когда в раннем сроке лежала в инфекционной. Вот после этого я не хочу второй раз переболеть и хочу получить эту вакцину. Пока я не думаю под этим. А после хотелось бы, чтобы ребёнка не заражать. Я просто думаю, что они вот сейчас только начинают же прививать. Когда была вакцинация спутником ВИК, когда начиналось, там же тоже не сразу все пошли вакцинироваться, а чуть позже. И потом вакцины не стало. Там первого или второго компонента, помните? И я думаю, что сейчас такая же история будет с беременными, роженицами. Потому что я во время беременности повлияла коронавирусом на 40 недели. Когда у меня было 40 недель, я заболела коронавирусом. Участи там также лежала, а также лечились. Вот поэтому хочу побыстрее прививаться. Как-то это повлияло, я не знаю, на ребёнка, на состояние, на роды, на вас? Не знаю, сразу же после заболения пневмонией, наверное, повлияло, кажется. Обязательно вакцина нужна для беременных. Почему? Потому что во время беременности снижается общий иммунный статус, иммунитет. И во время беременности те женщины, которые подвергаются заболеванию ковид, они очень тяжело переносят. Увеличилась в связи с этим летальные исходы именно во время беременности от коронавируса. И очень много мы видим осложнений, высокий риск перинатальных потерь, мы говорим. То есть именно вирус также влияет на внутридронное состояние плода. Никакого вреда от вакцины как для матери, так и для плода нет. Я вполне возможно мог бы привиться всеми существующими вакцинами. Я думаю, что рога и хвост у меня не вырастут от этого. Некоторые думают, что вырастут. Я понимаю, что молодые люди, которые думают о фертильности, что-то ещё, там, конечно, вполне возможно опасения их и не беспочвенные, но поскольку пока ещё маловато всё-таки сведений об этом, репродуктивной функции, скажем так, я это имею в виду. Вот ещё один распространённый миф, что вакцинация как-то негативно сказывается на репродуктивной функции человека. На самом деле это не так. А вот как раз перенесённый ковид наоборот, как постковидный синдром, может негативно сказываться на мужском здоровье. В некоторых случаях SARS-CoV-2 проникает в яички и поражает сперматозоиды, тем самым повышая риски бесплодия. А вакцина только защитит вас от нежелательных последствий. Мы сейчас исследуем супружеские пары, которые сделали вакцинацию до беременности, до программы ЭКО. И смотрим, а как у них со спермограммой, а как у них с яичниками, как у них с лицеклетками. И вот те исследования, сейчас у нас порядка, исследовано 300 супружеских пар, мы разницы не увидели. И оплодотворение, и развитие эмбриона, всё идёт обычно. И таких исследований сегодня в мире десятки. Уже сотни тысяч беременных получили вакцину, и мы видим, что ничего особенного там не произошло. Люди пока на ревакцинацию не приходят у вас? Ревакцинация 6 месяцев, после спутника 9 месяцев, после Казвага и Синовака, Хаята 6 месяцев. Ну, подходит уже потихоньку. На этой неделе в Казахстане стартовала ревакцинация населения. Когда получить бустерную дозу препарат? Какого производителя выбрать на третий укол? И нужно ли вообще это делать? Сначала мы спросили мнение обычных людей. Обязательно буду проходить ревакцинацию. Это однозначно. Потому что в моей семье в прошлом году очень в тяжёлом состоянии лежали родители. В этом году супруга очень в тяжёлом состоянии лежала, переболела. Поэтому я понимаю, что единственный выход – это не только вакцинация, а уже ревакцинация. Не, ну я, конечно, мусор Астрозынок, может, выбрал бы Липфайзер, но тут его нет. А почему вот? Ну, очевидно, потому что беспрепятственно поездки по земному шару, да, конечно. Потому что она признана в лодке. Нет, ну вполне возможно, что на днях и спутник признают. Вообще желательно, вот я сама лично считаю, чем человек прививался, мы просто не знаем, организмы разные, люди разные, кто как среагирует на эту вакцину. Да? Я вот лично сама спутник получала, я ревакцинацию спутник получу. А вот вы сами зачем? Почему хотели бы Файзер? Получили одну векторную вакцину, то есть спутник ВИИ, возможно, может получить какую-то другую. От этого эффекта, возможно, был бы больше немножко. Некоторые эксперты утверждают, что лучше делать микс. Феномен перекрёстной вакцинации известен давно. Считается, что если смешивать разные вакцины, то иммунный ответ будет сильнее. Казахстанцы, получившие спутник ВИИ, могут ревакцинироваться инактивированной вакциной Виросел, которой сейчас достаточно в Казахстане, или препаратом Файзер. Бесплатно Файзер доступен только для подростков, беременных и кормящих женщин. Для всех других казахстанцев, которые не попадают в данную категорию, придётся раскошелиться, чтобы её получить. Когда человек вакцинируется, он ещё и создаёт общественную пользу. То есть вместе мы образуем групповой иммунитет. «Моя вакцина защищает не только меня, но и общество вокруг». Именно поэтому вакцинация должна быть логична, что она будет всегда бесплатной. Мы же платим все налоги, здравоохранение общественное. Оно должно нас защищать. Поэтому вакцины должны быть бесплатны, потому что это защита общества. Тут как бы страна вроде всё справедливо, да? Потому что она даёт выбор. Вот у вас есть бесплатная? Чтобы быть социальная справедливость, она реализована в том, что вакцины доступные есть, и они бесплатные. Кстати, в поликлиниках уже ведут списки очередников на платный Pfizer. Медсёстры говорят, ждём официального приказа и вперёд. Кстати, насчёт очередей в поликлиниках. Люди возмущаются то по поводу их многочисленности, то по поводу их отсутствия. Что приходится ждать желающих привиться. Так как вакцины, например, шестидозные, как Pfizer, или пятидозные, и открытый флакон со спутником, например, по безопасности, можно хранить не более двух часов. Потому важно, чтобы одновременно пришли на вакцинацию пятеро человек. Чтобы все получили прививку сразу и ушли. И вот с этим механизмом в поликлиниках есть проблемы. Мы в третьей части ждём уже. Там кто это? То есть, если сегодня никто не придёт, они так и не получат прививку, да? Получат, почему? А как мы получим? А как, если никто не придёт? Вы не уходите. А что вы уходите? Вот, вы представляете, да, как общество делится? Одни не хотят прививаться, а рот. Другие стоят, тут война просто, да, не могут получить, да. Активность нашего населения, она либо оставляет желать лучшего, либо все уже привиты. Ну, они обычно ждут. Потом, если мы эту вакцину открываем в течение двух часов, всё равно какие-то пациенты подходят. Эта проблема есть. Она изначально сразу началась. Наверное, как-то она должна решаться. То есть, я понимаю, что, наверное, электронную очередь сделать это, наверное, сложно будет. Вот, ну, хотя бы, чтобы ввели списки в больницах, да, какой-то лист ожидания, шорт-лист какой-то должен быть. Мне кажется, это в поликлинике делают, нет? Ну, к сожалению, здесь нет. Можно же часами стоять, ждать. Ну, чтобы такого не происходило, мы берём телефоны пациентов, и когда у нас собирается пять человек, мы обзваниваем, чтобы они все пришли. Другого механизма нет, вот, решения этого вопроса? Зависит от того, сколько хранения открытой ампулы. Вот, допустим, спутник мы не можем хранить более двух часов. Больше двух часов вы, по крайней мере, в поликлинике стоять не будете. Спустя ещё час люди дождались и других желающих вакцинироваться и получили-таки долгожданную прививку. И, наверное, вот это с ревакцинацией будет история всегда, вот, как вы, как учёный скажете, как говорится, подсадили на иглу. Общество не может жить в таком напряжении. Мы должны контролировать эту инфекцию. Для того, чтобы её контролировать, единственный к настоящему времени реальный путь – это вакцинация. Да, и, наверное, до тех пор, пока в мире не изобретут лекарства от ковида. Многие фармацевтические гиганты работают над созданием таких противовирусных препаратов. И уже есть какие-то результаты, но пока говорить об их эффективности рано. Однако надежда, что скоро всё изменится, есть. Но дело всё с противовирусными препаратами очень непросто. Дело в том, что до сих пор нет высокоэффективных противовирусных средств ни от гриппа, ни от СПИДа. Поэтому сами вирусы не очень сильно поддаются химиотерапии, то есть лекарственному воздействию.